Дорогие друзья, приветствую вас! Меня зовут Елена Старостина, и это программа «Доктор мне только спросить» на телеканале «Доктор». Здесь мы встречаемся с самыми лучшими врачами страны, задаем им наболевшие вопросы и получаем облегчающие ответы. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, главный хирург больницы 71 имени Жаткевича Сергей Александрович Ерин. Добрый день, Сергей Александрович. Давайте я прям сразу... Давайте. Да. Наболело у вас что-то, наболело, как у врача? Вот пациенты приходят и одно и то же, всю жизнь, всю жизнь одно и то же. Первые три ошибки, которые вы фиксируете, когда к вам приходит пациент? Так как мы занимаемся в основном сейчас в том числе и ургентной патологией? Это? Это скоропомощной хирургической патологией. Скорая помощь. Да. То одна из самых распространенных ситуаций с нашими пациентами – это как раз проблемы камней в желчном пузыре и всё, что отсюда вытекает. Самое главное заблуждение как раз пациентов. И тут даже вот начинаешь углубляться в эту тему. Дремучий лес, который не видит просвета никакого. Абсолютно. Это пациенты, что ли, мы не видим дремучие? Да. Ну-ка поясните, пожалуйста, Игорь Александрович. Да, поясню. Значит, очень большое количество пациентов уверены, что с камнями можно жить мирно, оперировать не надо, что функция желчного пузыря настолько важна, что расставаться с желчным пузырём при наличии камней опасно. За последнее время очень часто, когда пациент с осложнениями желчнокаменной болезни, ты им задаёшь вопрос, вы знали про камни? Да. Более того, подстраховываются тем, что основываются на заключениях какого-то доктора, который им сказал, камни, подожди, они тебя не беспокоят, не надо их оперировать. То есть первое заблуждение, с которым вы встречаетесь, это то, что пациенты знают о своей болезни, и не знают, чем это может кончиться. Вот. Так, это первое. Это вообще раздражает, наверное, да, вас? Раздражает в том, что когда наступили осложнения, у некоторых не возникает прозрения. Вот. Не возникает прозрения. Не возникает прозрения. Это вот это хуже. Осложнения желчнокаменной болезни, как наиболее распространённые хирургической патологии, осложнения, они очень опасны. Второй момент, когда вы сталкиваетесь с такими пациентами, они неправильно формулируют представление, что может быть, если бы, например, расстаться с желчным пузырём. В понимании пациента, что это жизненно важный орган, без которого дальше жизнь просто нормальная невозможна. Почему-то приписывают, что это постоянно какая-то медикаментозная терапия, это чуть ли не инвалидность, это там потеря... А это не инвалидность? Ну, взяли и отрезали желчный пузырь. Нет. Ну как это? Нет? Нет. Это, скажем так, образ жизни. Всё, меняется образ жизни. И это всё-таки страх. Это вызывает у пациента страх. Желчный пузырь, да. С какой стати его отрезать? Конечно. Если он здоровый орган, его отрезать не надо. Но даже если он больной, его отрезаешь? А если он больной, он для вас становится смертельно опасным. Всё. И третий момент? Конечно, спрашивают, как будет проходить операция. И какие варианты? Пытаются настроить врача, что ли, на определённое движение? То есть, ну, попытаются указать, как правильно делать, что ли? То есть, они вам говорят, доктор, вы должны сделать так и так? Это раздражает немного. Там одно дело, знаете, там лечить грипп. Мы знаем там какие-то вещи, да? Мы все знаем, как лечить грипп. Вот как внутренний орган лечить. Вы знаете, пациент настолько подкованный сейчас, что абсолютно уверен, что знает все тонкости, знает, как надо оперировать, и указывает, что нужно делать хирургу. А это проблема, да? Скажите, пожалуйста. Ну, вообще, да. Да? У врача есть много знаний. Да. В основном по своей специальности, да? И он, конечно же, понимает, как распоряжаться этими знаниями, чтобы настроить пациента. Но это его работа. Да. А пациент, который приходит к врачу с какой-то патологией, зачастую, я думаю, что это в основном, конечно, не только у нас в России, в основном это проблема, наверное, всех пациентов всего мира. Да. Он не хочет углубляться в свою болезнь. Это болезнь конкретного человека. То есть, желчный пузырь у вас один, скажем так. И вам предстоит шаг, который точно должен привести к потере органа. И пациент в этот момент должен про свой желчный пузырь, про его функцию, про его задачи знать больше, чем знает в целом врач про всё. Вы сказали, должен знать. Должен. Он должен углубить. Это его жизнь. Поэтому он и приходит к вам, к подготовленным, и говорит, а доктор, а если вы мне здесь отрежете, то вот эта функция мышцы туда-сюда и прочее. Это называется неподготовленный пациент. У него есть своё представление, но он не углубился. Он не знает ничего. Вот это самая проблема большая. Сергей Александрович, а теперь давайте перейдём к самым популярным вопросам от пациентов. От пациентов. Мне, как хирургу, конечно, самый популярный вопрос – зачем мне нужна эта операция? Почему мне её надо делать? Ну, это как бы естественно. Да, естественно, абсолютно вопрос. Самый популярный. Поэтому это нормальный вопрос, когда пациент пытается выяснить, зачем нужно… Хирург же может, конечно, заниматься консервативной терапией, Ну, наверное, задача у хирурга совершенно немножко другая. Второй вопрос, вытекающий из первого – что будет, если не делать? И вот если пациент задаёт именно в этой последовательности вопросы, он абсолютно правильный пациент. Прав. Абсолютно правильный. Есть неправильные вопросы. Есть вопросы, которые специально приводятся для того, чтобы избежать основной темы. Это как? Ну, например, вот почему вот у той ей не делали, она пошла, и у неё всё хорошо? Почему? Почему? Ну, откуда я знаю, почему? То есть пациент не имеет права ставить знак равенства? Абсолютно. Вот. Нет. Все люди разные. Да. И ещё. А у моей бабки двоюродной сестры мужнин зять, вот… Седьмая вода на хистиле сказала. Вы говорили, что у того вот что-то было, что-то было такое, понимаете? Это зачастую. Это совершенно неправильные вопросы, потому что нету конкретного примера. А вы скажите, Сергей Александрович, а вы как вот реагируете на такие вопросы? Ну, я, конечно, стараюсь спокойно. Вы как бы выслушиваете? Выслушиваю. Или все-таки говорит, слушайте, давайте уже по делу. Резать будем или нет? Я считаю, что надо резать. Как вы? Нельзя давать эмоции. Не первый год работаю. Дашь эмоции секунду, и потом проблем будет очень много. Надо выдержать, надо попытаться разобраться, почему пациент так себя ведёт. Да, бывает очень сложно от навязчивости уйти. Очень сложно. А что такое навязчивость? Ну, то он, например, начинает вам звонить, трогать вас по плечу и говорить, доктор, доктор, доктор. Углубляется в болезнь и пытается персистировать её симптомы. Что сделать? Ну, настаивать на том, что у него именно эта патология там, что вот. То есть он как бы сам всё прочитал, всё разузнал. Ну, скажем так, пациент видит узкий коридор. Узкий коридор. И говорит вам, доктор, а мне кажется, что у меня вот это вот. Да. Вот. Какие симптомы вот этого? Да. Ты ему говоришь, послушайте, ну, здесь надо совокупствовать. Нет, вы мне расскажите, какие симптомы вот этого мне вот. Это и вот это вот. Как вы выравниваете у этого человека? Опыты и профессии. Ну, стараюсь, конечно, попытаться. Есть, к сожалению, серия пациентов, которых очень сложно поменять. И самое интересное, на сегодняшний момент не предусматривается никак, чтобы я просто, как сказать, мог бы порекомендовал ему, психиатра, в глаза. Ну, как бы это вообще не тактично и не разрешено это вообще никаким образом. Но иногда вот пытаешься каким-то образом вывести на смежную консультацию, рассказать, что для улучшения нашего лечения нам нужна помощь друга. А, вот как. Это такой дипломатический ход. Я вспоминаю пример. 80 с лишним лет пациент, возрастной такой мужчина, у него двойная локализация опухоли толстой кишки была, и ему пришлось удалить и правую половину толстой кишки, и сигмовидную кишку, и вывести стом. Ну, 80 с лишним лет. Мы вообще очень сильно переживали, он поступил во всем порядке. Перенесет ли этот инфаркт? Да, перенес эту операцию, мы перекрестились, выписали его со стомой. Он пришел через полтора месяца. Знаете, слова были категоричные. Он говорит, закрывай стому. Я говорю, послушайте, у вас возраст такой. Он говорит, от меня внуки отвернулись. Стому закрывай, я от тебя не уйду. Это прям буквально были дословные слова. Это было 7 лет тому назад. Очень было сложно отказать ему. Мы сделали операцию, да. Также через проколы все сделали. Закрыли стому. Мы рисковали? Рисковали. Он рисковал своей жизнью. Мы рисковали его, получается, здоровьем. Но эта операция была сделана, и он ушел благодарным в том плане, что он вернулся к нормальной жизни. Очень важные такие моменты. Запомнился вам этот случай. Это хирургия. Можно было ее не делать? Можно. Но она именно изменила образ жизни пациента. Вот это здорово. Вот еще один пример из курьезных случаев. Что не любит делать хирург? Что? Что не любит делать? Лечить своих. Я думаю, что это любой врач не любит лечить своих. Да. Все хирурги суеверны. Никогда не будет резать своего человека? Все хирурги суеверны. Не любим лечить педагогов? Да. Врачей. Врачей. Так. И друзей. А почему педагоги? Так повелось. Так повелось, да? Так повелось. Приезжает ко мне мой друг. Реально серьезная и сложная ситуация. Он говорит, я от тебя не уеду. Вы говорили, нет, нет, ты мой друг, я не могу. Я говорю, Леша. У меня есть, да. Ты врач, и ты еще преподаватель университета. И педагог-то все сошлось. За что? За что мне? За что ты это? Мы до сих пор друзья. Он выздоровел. Мы все-таки его оперировали? Да. Все получилось, все сделали, потому что он был настолько на грани. Кстати, между прочим, предыдущий случай, о котором мы рассказали про доктора, тут мало курьезного, тут какая-то житейская, очень трогательная история. Я бы так это сказала. Это когда врач, когда друг, когда он еще преподаватель. Мало того, друг, однокурсник еще. Однокурсник еще. Вы представляете, как это все какой-то... И он вылечился. Это очень трогательно. А вот давайте про курьезное. Или про трогательное мы уже рассказали. Расскажу ситуацию, которая не обошла ни одного из нас в стране. Это очень интересно. Сложно представить? Ни одного не обошла. Пандемия. А, вы об этом... Ну да, мы все были втянуты в эту историю. Мы все были втянуты? Ну точно все. Все. Я дважды болела. Пациент, который месяц в реанимации провел, месяц в реанимации... У вас... Точно видел все. Пытался математическими формулами высчитать, когда к его койке тоже подойдет подруга. Слушайте, месяц в реанимации, потом еще почти месяц в отделении, и когда наступил период, май, птички поют, ему завтра домой. Он говорит, а я боюсь. Человек в тот момент побоялся выходить из больницы. Крутая история. Ну то есть человек не захотел выходить, слушайте. Нет, он вышел, но он говорит, я боюсь, я не знаю, что делать без вас. Да-да-да, без вас. Это было дело. Дали ему рекомендации, что без нас жить можно. Мы тоже до сих пор друзья. А, да? Да. Как здорово. Скажите мне, пожалуйста, что сейчас происходит в науке? Вот какие-то открытия или какие-то наработки, которые вас заинтересовали, и вы понимаете, что это какой-то новый шаг в медицине, это не тупик, это выход для вас, то, чего не было раньше. Правда есть. То есть я восхищаюсь нашими учеными и вообще учеными всего мира, которые сейчас занимаются таргетной или иммунотерапией, которая позволит стабилизировать опухоли. Потому что до настоящего момента, когда пациент становился возможным для проведения хирургического этапа лечения, то там, конечно, и оно до сих пор так остается, очень важно это опыт хирурга, его оснащение, его мастерство для того, чтобы удалить… Да, да, да. Вы имеете в виду онкологическое образование? Онкологическое образование, правильно, чтобы пациент пережил эту операцию, потому что это, как правило, большие объемы, чтобы потом еще его хватило на остальные этапы химиотерапии. Но вы все сейчас обмолвились, а таргет нам… Таргет – это значит цель. А целевом воздействии… А целевом воздействии или иммунном воздействии на опухоль, возможно, это… Кто этим занимается? Скажите мне, пожалуйста. Вот я слышала на днях, что это, по-моему, где-то в Санкт-Петербурге институт. Хороший институт, да. Ученый из этого института вчера принимал в одной телевизионной программе участие, и он рассказывал о том, что они получили раковые клетки Насти Заворотнюк, которая ушла от рака головного мозга. Да, да, да. Он рассказывал, что мы разрабатывали вакцину для таргетного воздействия именно вот на эту раковую клетку. Они там как-то ее размножили, что-то такое сделали, сделали один укол, и только один укол, просто они даже дальше не успели. Но он сказал, что мы не занимаемся вакциной, а мы просто институт, мы ученые, которым начали этим заниматься. Потому что он сказал, что для меня, как пациента, важную вещь, потому что химиотерапия, это его слова, ученого, это тупик в лечении онкологии. Потому что мы воздействуем не на саму раковую клетку, а на последствия, то, что натворила раковая клетка. Как бы вот правильно? Мы химиотерапию возьмем на все ростковые зоны. Да, да, да. Да, и иногда больной умирает не от раков, а от воздействия. И вот он сказал, я говорю, господи, какое счастье, что вы этим занимаетесь. Но мы занимаемся вообще, кто к нам обращается, мы пробуем это делать, но мы не клинический институт. Это мировая тенденция. Мировая тенденция, да, да. Большие институты работают для того, чтобы в конечном итоге жизнь пациента была сохранена для того, чтобы хирургическая агрессия, потому что это очень большие, очень жесткие хирургические вмешательства, иногда даже сложно совместимые с нормальным функционированием. Так вот, как раз таки это направление позволит нам, хирургам, все-таки делать свою работу правильно, качественно, а не делать, может быть, даже иногда очень сложные и заведомо тяжелые колечащие вещи. Инвалидизирующие. То есть, работы проводятся, а есть конкретно? Есть. Есть конкретные результаты. Вот примеры того, что это работает. И правильно вы говорите, вакцины специально противоопухолевые, есть очень хорошая иммунотерапия, опять же, таргет. Да, да, да. Но и генетики работают в этом направлении. Я думаю, что мы сейчас на пороге, конечно, глобальных перемен, потому что вот эти исследования, они активно развиваются вот это вот только вот десятилетие прям. Потому что до этого это были прям эпизодические ситуации, только большие центры. А сейчас это все развивается. Сергей Александрович, как вы думаете, ну, как вы предполагаете, может быть, вашим расчетам, сколько времени нужно будет нам, вот чтобы... Боюсь, боюсь. Пять, десять. Как обычно, препарат должен пройти исследование, это десятки лет. Не имею права привязывать цифрам, потому что в каких-то областях оно будет быстрее, в каких-то медленнее. Но в целом многие формы рака уже контролируемы. Я не хочу сказать громкое слово «победимы», но контролируемы точно. А второе, что бы я еще хотел сказать про это, это, конечно же, непосредственно касающиеся хирургической работы, это роботические платформы, которые сейчас параллельно развиваются. Робототические? Это то, что робот делает? Или нет? Нет, робот не делает. А что? То, что делает хирург посредством робота. Все. Вот это я, ну, для меня, для нас, пациентов, понятно, что робот, а хирург только вот, значит, как бы, как водитель, может... Роботическая хирургия на сегодняшний момент – это, наверное, самая современная, самая технологичная и самая перспективная хирургия. Сергей Александрович, я прям вздыхаю. Я сейчас перехожу к отзывам пациентов о вас. Давайте. А как вы относитесь к отрицательным отзывам? Вы вообще их читаете? Вы знакомитесь с ними? Или нет? Или что вы, знаете, как бы думаете, да ну нафиг буду я портить себе настроение, у меня сейчас операция, а я буду... Мне тут какая-то медсестра Амария Ивановна пришла и сказала, что обо мне там что-то написали. Послушайте, ну мы же с вами на одной земле живем. На одной. У всех есть и хорошие, и нехорошие ситуации. Поэтому ничего удивительного в этом нет, что есть позитивные и есть, наверное, негативные отзывы. Мы начнем с негативных или с позитивных, как вы считаете? Давайте начнем с негативных. С негативных. Помните ли вы меня, Сергей Александрович, вы оперировали меня дважды. 8 мая лапароскопия ахолазии кардии и 11 мая полостная перитонит, господи, перитонит, язва желудка и прочие прелести после первой операции 2019 года. Да все неудачно. Я, по сути, лишилась не только физического здоровья, а на фоне неудачных двух наших операций получила колоссальную психическую травму, потеряла трудоспособность. Не ходите к этому хирургу, пишу для следующих возможных пациентов, остановитесь. Вы помните, был такой человек, да? У любого действия есть своя статистика. И когда хирург работает, у него обязательно будет все равно какие-то осложнения, хирургического плана в том числе. Невозможно. Не бывает чудес на свете. Это обычная работа хирурга. И когда пациент подписывает согласие на операцию, предварительно с пациентом оговаривается, что могут быть различного рода кровотечения во время операции, в послеоперационном периоде, могут быть воспалительные процессы, вплоть до аллергической реакции на лекарственные препараты. Все это оговаривается. Но в момент, когда возникает осложнение, пациенту уже все равно. А вы знаете, пациенту все равно, что он читает эти же бумажки, которые мы подписываем как пациенты. Мы же до конца мелким шрифтом, знаете, как договоры в банке. Нет, нет, нет. Это я вам... У вас своя правда, а я же пациента. Когда у тебя все болит, ты делаешь согласие, подписываешь и дальше. Когда, хотя доктор всегда обязан предупредить, что могут быть осложнения, обязан и предупреждают. Так вот, мне кажется, надо делать акцент на то, нужно говорить о том, что не та самая главная проблема, хотя это проблема, когда возникло осложнение, а проблема в том, что нужно знать и уметь, как с этой проблемой дальше... Жить, справляться. Не жить, а как ее решить. Как ее решить? А она бы, кстати, об этом не написала, что... И мы сделали, да, действительно, у этой пациентки в раннем послеоперационном периоде, надо сказать, что она к нам приехала, ей ранее делали уже операцию по поводу охолозии. Вот она написала в 19-м году. А что к охолозии? Это кардиоспазм. Это нейромышечное заболевание пищевода, когда в нижней трети он так вот спазмируется, и пища не проходит. Пища не проходит. И ей уже однажды делали эту операцию в другом городе, не в нашем. И ей там не помогло. Да, и она не принесла результата, да. И мы делали ей повторную операцию, и в послеоперационном периоде на месте нашей работы возникла несостоятельность. А что такое несостоятельность? Через швы протекло желудочное содержимое. И мы делали повторную операцию, убрали, очистили, да, когда течет желудочное содержимое, это называется перитонит. А, перитонит. Да, очистили, все отмыли и выписали пациентку благополучно домой. Но сам факт, что мы делали повторную операцию и вместо проколов сделали операцию через разрезы, уже... Ну, это хирургическое... А, вот оно что. Конечно, эмоционально человек может... Рефлексировать, конечно. Но мы сохранили жизнь, мы выполнили в конечном итоге свою задачу, сохранили жизнь. Да, возникло осложнение, но мы знали, как с ним бороться, и мы поборолись. Такое, простите, у хирурга бывает. Еще раз, нету такого хирурга, у которого нету осложнений. Есть статистика. А скажите, доктор может признать, да, это моя была ошибка? Нет? Если это ошибка, значит, это ошибка. Может признать. Может, конечно. Но здесь надо разбираться. Все, все, все. Я просто сейчас не углубляюсь, Сергей Александрович, для меня было просто очень важно. Но, опять же, я хочу настроить на то, что хирург точно не хочет, чтобы возникли хирургические осложнения. Абсолютно. Спасибо. Да, да, да. Итак, второй отзыв. Хочу выразить огромную благодарность прекрасному врачу и человеку, Ерину Сергею Александровичу. Матери был поставлен диагноз ахолазия второй-третьей степени, наверное, или стадии. Есть такое. С 2015 года. Никакие методы лечения не приносили положительного результата. Случай был редкий, запущенный. Мать похудела на 23 килограмма. Видела, как она угасает на глазах. По всей России искала врача. Они вот тоже в нашей программе есть. Который нам бы помог, но никто не брался за нас. И на форуме наткнулась на номер Сергея Александровича. Форум это, видимо, в интернете где-то. Ваш был номер телефона. Молодец какая. Люди вот все-таки не сдаются. В тот же день написала, и врач сразу же ответил. Назначил нам дату операции и успешно нас прооперировал без осложнений. Главное, с сохранением пищевода. Неустанно буду говорить о профессионализме врача. Спасибо большое. Но это, кстати, не единичный случай, когда пациенты с ахолазией кардией годами... Еще раз, просто ахолазия кардией, это пищевод, непроходимость пищевода. Это длительный, в течение длительного времени неизлечимый спазм пищевода, в результате которого пищевод получает необратимые изменения. Изменения. Необратимые. Необратимые изменения. Если запустить эту болезнь, то там очень серьезная жесткая операция по удалению всего пищевода. Сергей Александрович, знаете, что самое главное? Вот я, кстати, не перестаю удивляться, что некоторые врачи в открытом доступе, в интернете оставляют свои телефоны и каким-то чудесным образом откликаются на боль людей, которые пишут, обращаются с просьбой помочь. Я вот даже... Раньше это можно было бы сделать? Наверное, нет. Через директора завхоза, через директора магазина, через заднее кириллицо. Помните, как Аркадий Исаак Чарайкин говорил, да, через заднее кириллицо, через директора магазина. А сейчас вот в открытом доступе ты можешь обратиться к доктору. Это вообще счастье. Можно я подкреплю свои слова таким комплиментом в ваш адрес? Это вот такие вот конфеты. Спасибо большое. А Москва, чтобы вы утром или вечером, или в редкие минуты отдыха, когда мы, пациенты, не пишем вам с просьбой помочь, чтобы вот иногда вы, знаете, глотком кофе... Вы пьёте кофе? С удовольствием. С удовольствием. Просто откушали наших сладостей. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за эту встречу, за то, что вы поделились с нами, с пациентами. Дорогие друзья, я и вас хочу поблагодарить за внимание к нашей передаче. Программа называется «Доктор мне только спросить». С вами была Елена Старостин. Хочу напомнить, что это телеканал «Доктор». И у нас в гостях бывают самые лучшие врачи страны. Не болейте. И надеюсь, что мы сможем увидеться с вами ещё раз. Пока. Субтитры подогнал «Симон»